Собеседования на получение неиммиграционных виз США возобновились в посольстве Москвы 1 сентября. Работа по выдаче виз в других регионах приостановлена. По заверению официальных представителей, это временная мера из-за сокращения числа сотрудников американской депмиссии. Сейчас выдавать визы просто некому. Во Владивостоке можно подать документы на оформление, а вот на обязательное собеседование придется ехать в Москву, либо подавать заявление в другой стране, например, в Китае. Ведущий собеседование американец, допустим, в другой стране, он не живет в России, не работает в России, не понимает условия в России. Конечно, ему труднее понять вот такое обоснование для того, чтобы выводить. Ну, наши сотрудники консульсов во всех странах, они привыкли к таким вопросам, к такой проблеме, потому что они встречаются с заявителем в разных странах. На брифинге министр-советник Лоренс Тоби объяснил, что порядок оформления не зависит от места подачи заявления. На собеседовании, как и прежде, необходимо подтвердить наличие постоянного места жительства в России и обосновать заявку и возвращение из Штатов. Проводить собеседование по скайпу невозможно. Необходимо отпечатки пальцев и личное присутствие подающего лица. Сейчас в России большой интерес к тому, что происходит с процессом выдачи виз. И мы постарались использовать эту возможность, чтобы организовать мероприятие, в котором участвовали представители посольства и всех консульств, а также журналистов, чтобы все могли одновременно получить точную и достоверную информацию по этому вопросу. Напомним, российский МИД потребовал сократить 755 сотрудников американской депмиссии. Российское генеральное консульство в Сан-Франциско было решено закрыть в начале сентября. Сокращение штата коснулось и Генерального консульства США во Владивостоке. Лично мне очень жаль. Пришлось уволить ряд очень квалифицированных работников. Некоторые из них работали в консульстве с самого открытия в 1992 году. Конечно, это негативно отразилось на всех наших операциях, не только по работе с визами, но и на других программах и задачах, которые выполняет консульство. Когда жители России смогут вновь проходить собеседование в своих регионах, пока неизвестно. Но, как подчеркнул министр-советник Лоренц Тоби, сотрудники депмиссии будут делать все возможное, чтобы заявителям из регионов для получения визы достаточно было одной поездки в столицу на собеседование. Ольга Продан, Андрей Макаров, Новости на Восьмом. Ольга Продан, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.